Друзья, всем привет! Короче, я в Питере. Сейчас я вышел на метро Гостиный двор и оказался вот сразу на Невском проспекте. Сейчас буду гулять по Невскому и по всем окрестностям. Собственно, всё вам покажу. Тут дичайший ветер, короче. Я не знаю, как будет слышно. Надеюсь, будет слышно, потому что реально сильный ветер такой дует постоянно. Короче, просто гуляем по Невскому проспекту, идём вот вдоль. Куда мы придём в итоге? Идём на Дворцовую площадь. Мы придём на Дворцовую площадь. Ну, красиво здесь, просто идёшь и кайфово. Архитектура европейская реально. Как, ну, по настоящему европейскому городу гуляешь и чувствуешь себя в Европе. Питер — это Европа, безусловно. Дом Зингера, где располагался офис ВКонтакте, а может, до сих пор располагается, ты не знаешь? По-моему, нет. По-моему, нет, да? Ну, раньше располагался офис ВКонтакте вот в этом здании красивом. Вот дом Зингера, а сразу напротив Казанский собор. Казанский собор. Тут куча туристов, вон вообще тьма. Здесь китайцы очень много, да, братья внимание. А китайцы, это всё, да, больше всего китайских туристов. Они именно вот в Питере, где особенно. Да и в Москве их много. Просто настолько, вот, я не знаю, им здесь нравится. Сквер с фонтаном, но сквер почему-то закрыт, а фонтан уже включён. Но в сквер не попасть. Тут обойдём? Питер по сравнению с Москвой более размеренный город. Здесь люди как-то ходят спокойно, никуда не спешат. Москва кипишной, там все на кипиши торопятся. Но я, в принципе, люблю Москву как раз за это, за кипиш. Вот, но в Питере именно отдыхать, прогуливаться спокойно. Так люди все размеренно идут, гуляют. А ещё Питер даже более европейский в плане автолюбителей. Потому что дорогу реально на зебре чаще уступают. Ты встаёшь, тебе сразу же уступают дорогу, как в Европе. По крайней мере, ну вот, сегодня, ну, все дни, когда я здесь, я с этим сталкивался. Идёшь по Питеру, и каждый дом какой-то чрезвычайно красивый, вообще крутой. Это река Мойка. Золотое кольцо Санкт-Петербурга. На экскурсию приглашаю. Триумфальная арка на Дворцовую площадь. Это всё ещё Невский проспект. Это дом 1939 года, то есть это уже сталинский ампир, но тем не менее он вписывается в историческую архитектуру. Чуть-чуть не успели дойти до Дворцовой площади, но наступила настоящая питерская погода, пошёл лютейший дождь. Вот. Вскрываемся в кафе, в кофе-хаусе. Ну вот, дождь практически закончился, и мы выходим на Дворцовую площадь. А здесь, видимо, идёт репетиция парада, потому что какие-то военные маршируют. Вот написано «С Днём Победы» гигантский баннер. Стоят военные машины. Баннер, это андрейская колонна. Не, ну вон «С Днём Победы» баннер, видишь? Какой баннер? Какой баннер? Ты печер, сука, ты смотри на это. Да я тебе говорю про Парад Победы, он видит, что там стоит. Да ковь ты на него! Высота какая-то, смотри. Не, ну я показываю, что тут происходит же. Военные машины. А это, собственно, Эрмитаж. Но я не знаю, мы пойдём туда или нет, потому что, чтобы там всё обойти, надо часа четыре. Скорее всего, сегодня точно туда не пойдём. Может быть, в следующий раз. Стелла практически как в Киеве, на Майдане. То есть здесь тоже площадь такая хорошая для Майдана. Здесь не ходил, а Димон был, а они же сюда все были. Эрмитаж, а вот стройные ряды военных. Сейчас можно будет бомбить. Реклама. Реклама. Всё ещё моросит дождь. Да, скульптуры красивые. Но, видишь, экшн-камера не приближает. Это зимний дворец Петра. Триумфальная арка. И гигантские баннеры. Куда ж без него. Ну, там есть реклама идет просто. Уже где вот эти колорадки во всех киосках там. Да, да, да. Уже всё увешано ко Дню Победы. Ливнёвка. Царская ливнёвка, надо так говорить. Нет, нет. Какие-то детские садские, но они все такие, знаешь, там, репрессованные такие. А, да, и точно. Все дома красивые с какими-то индивидуальными архитектурными моментами. Тут вот львиные морды. А вот легендарные питерские Антанты. Я их вижу. Сейчас мы к ним подойдём. Их непременно стоит снять. Но там потом можно выйти, да. Улица миллионная. А вот написано на мемориальной доске Памятник архитектуры 19 века. Вот вид на Исакий. И там такая туча вообще над ним. Дождь всё время моросит. Ты хочешь в Исакий пойти сейчас? Идём в сторону реки, чтобы снять Эрмитаж со стороны реки, собственно. Чем ближе к реке, тем сильнее ветер. Вот, собственно, Эрмитаж со стороны реки. Да, чрезвычайно красиво. Это река Нева и Петропавловская крепость на другой стороне реки. Плюёт дождь, замечу. За что я люблю Питер, так это за обидное количество различных столовых с очень демократическими ценами. Это заведение на Невском проспекте. Борщ стоит 45 рублей. Салат не напитный. Сколько? Короче, чай стоит 15 рублей. Борщ 45. И рыба я купил просто корешка. Это такая специфическая питерская рыбина, вот, которую я хочу попробовать. Я её не пробовал, поэтому купил, собственно, корешку. А ещё самый кайф этих столовых, что различные торты стоят всего 50 рублей. То есть любой торт стоит 50 рублей. Так на самом деле они и должны стоить. Вот, смотрите. Это Наполеон, это какой-то морковный торт, а это хачапури, оно стоит вообще 25 рублей. Кофе стоит 50 рублей. Вот это нормальные цены, как бы. Сейчас продегустирую торт Наполеон. 50 рублей, и это идеальнейший, вкуснейший торт. Питер славится своими столовыми, обожаю Питер. Вот в этой столовой мы были прямо на Невском.